всем привет всем здравствуйте сегодня здесь я с вами Катя Мирошниченко и у нас сегодня тема текстурная краска белая и черная но мы будем делать с ней клетку я причем покажу вам клетку как смешивается она в сочетании с эмпастой и второй вариант покажу как со стемпингом это смешать получается по виду две разные клетки а вы потом обязательно напишите какой вам вариант понравился технически больше и какой понравился именно визуально больше кто пропустил кстати в прошлый раз я очень классный тоже утепленные варианты дизайна показывала свитера клетка потому что сейчас это очень актуально еще месяц осени минимум два месяца зимы и вот эти все варианты свитера твидовые ткани клетчатые ткани на ногтях они тоже имеют место быть возможно не на всех ногтях одновременно да это будет возможно тяжеловато смотреться но как вот какие-то отдельные ногти сделанные под видовую ткань под клетчатую ткань под вязаную ткань даже очень интересно и так напомню вам о том что же такое текстурная краска она у нас вышла можно сказать не так уж и давно это было в июле месяце по моему вот он black и white white текстур paint ставьте плюсики у кого есть эти красочки я кстати планирую еще две краски выпустить тоже белую и черную но только я решила сделать еще более грубую и текстурную и так как выглядит клеточка которую мы сегодня с вами будем пробовать делать первый вариант будет вот такой прям вот реально такая ворсистая волосатая тканюшка и вот такой вот вариант также мы сегодня попробуем вспомнить как делать вот такие минималистичные варианты дизайна с этой текстурной краской вот в чистом виде давайте начнем с клетки сейчас все расскажу сейчас потерпите так ну давайте как раз я себе распечатала много вариантов клетки но в итоге остановилась на зеленом рекомендую пинтерест заходите там очень много можно разных сочетаний взять попробовать сначала все это повторить на типсов вот выбрать самый легкий удачный который получился для меня вот такая композиция для клетки она наверное самая оптимальная и самая быстрая и так работаю я сегодня набором импасты и как раз нам понадобится зеленый оттенок из этого набора прям чистом виде его и и буду использовать это forest green импасты напомню что эта краска без липкости и как раз пойдет для нашей клетки зеленой для этого создаем с вами сначала фон всем здравствуйте девочки всем здравствуйте так сделали перекрываем белым гель лаком принципе можно не перекрывать можно сразу если идет текстурная краска на весь ноготь в принципе на запиленный ноготь либо она сделанные камуфляжем каким-либо наносить эту краску так как мы потом будут все равно раскрашивать здесь на самом деле не имеет значения будет у меня слой цвета или нет ну давайте нанесем на всякий случай опять же нет смысла наносить какой-то средний слой можно наносить максимально тонкие чисто номинально финиш мы здесь пропускаем финиш мы вообще здесь не делаем теперь берем текстурную краску и кисточку для градиента текстурная краска у нас вышла только белая черная всем рекомендую приобрести этот материал потому что вот такие специфические материалы для дизайна я решила выпускать небольшими партиями что просто распродать в ноль и искать что-то новое но скоро у нас выйдет белая черная краска прям такая с очень крупным зерном вот это с мелким текстурным зерном на остатках ее в принципе еще достаточно но я так думаю что к весне уже в наличии этой краски не будет поэтому если любите что-то такое расход у него кстати очень маленький вам ее прям хватит надолго вот поэтому прям рекомендую чтобы она у вас была в ассортименте где-то в столе лежала всегда нанесли вот так однотонным слоем и после однотонного нанесения такими легкими прижимающими движениями спускаетесь вниз делать такую пушистую поверхность сделали причем здесь толщины как таковой нет если ногти даже очень красивые какие-то по архитектуре архитектура от такой толщины краски вообще не портится все суши слушайте там две минуты и теперь берем чистом виде эмпасты я давно эмпастами не работала вот у кого набор эмпасты залежался кто ею только рисует вот например сейчас я вам покажу как ее можно не только рисовать сейчас возьму в чистом виде форест грин и такими полупрозрачными втирающими движениями вот прям вот вот прям вот очень тонко чтоб белый фон просвечивался втирается эти фактура все равно тогда читается потому что эмпаста это она все равно средней плотности краска при таком тонком нанесении все стерли все равно фактура очень прикольно читается white decor это эмпаста это краска для росписи текстурная там внутри как вам объяснить здесь идет мелкое зерно как вот сейчас возможно вам это не особо видно но там все равно идет такой добавочный элемент как который вот реально как в штукатурке понимаете но он настолько элегантный что не портит поверхность вот даже если вы смотрите вот уже красиво получилось темный фон какой-то дизайн и вывод буквально добавили небольшой элемент текстуры уже красиво вот white decor это краска глянцевая в первую очередь она не матовая она для росписи ее же очень классно для жестовской росписи для московой техники для вензелей вот эта краска для росписи не подходит вы не сможете ею рисовать она чисто для текстур сейчас я вам покажу смотрите видите вот чисто текстур вот даже если вы попытаетесь ею рисовать вот здесь вот я пыталась ею рисовать вы видите рисунок такой ну неоднозначный неоднородный поэтому в основном ее для каких-то мазков текстурных здесь вот кстати видно хорошо как вот прям вот текстура такая читается понятно что эта краска не для росписи эти бетон ею классно делать как сделали первый слой теперь я прям себе сделала видите референс из pinterest на него буду ориентироваться сейчас предлагаю сделать вот такие широкие темно зеленые линии которые будут идти вертикально и горизонтально здесь видите не совсем традиционным рисуем здесь можно сказать не трубы втираем еще раз повторюсь эта краска не для рисования мы возьмем сейчас черный цвет импасты чуть-чуть добавим зелененькую импасту чтобы сделать такой темный зеленый цвет для клетки ваша задача не сделать знаете прям такие идеальные линии потому что не получится поверхность текстурная а просто вот так вот полупрозрачная пушистые такие линии вот прям как на настоящий такой клетки особенно которая с кашемира пиджаки либо пальто и да когда вот прям ворсинки ты даже ну как бы росписью сложно назвать так подсушили слушаем здесь я кстати зеленый наверное чуть светлее сделала видите сейчас у меня более темный зеленый тоже такая широкая пушистая линия где я не рисую как прижимая кисточку тоже сначала наметили если даже где-то чуть неровно сделали можно взять какую-нибудь кисть и прям протереть легко и самое главное что эта клетка она очень быстрая у кого проблемы с линиями потому что например нарисовать идеальную клетку просто по глянцевой поверхности тонкой кисточкой не каждый сможет все сделали слушаем теперь можно взять такой потемнее зелененький прям почти черный да можно прям черный взять пересечение двух широких линий будет образовывать такие более темные квадраты тоже нельзя сказать что я прям вот как-то вырисовываю эти квадраты и больше прижимающими движениями делаем перемен они и сушим у этого всего нет липкости еще раз импаста она просто высушивается две минуты не исчезает остаточная липкость и перекрывать не нужно вы прям так и оставляете хотя я думаю что если бы я это перекрыла все матовым топом тоже было бы прикольно поверхность стала ровная дизайн он стал бы таким больше аквариуму пусть ноготь был бы гладкий но текстура текстурность она бы осталась внутри под финишом наверное было бы тоже интересно теперь берете здесь у нас есть темные линии тонкие которые пересекают белые вот давайте начнем с белых а потом закончим черными и есть такой же принцип как был до этого мы не стремимся рисовать тонкие идеальные да возьмем линии арочку мы не стремимся рисовать тонкие идеальные линии мы просто с вами намечаем и полупрозрачные она и не ляжет здесь эта линия идеально в принципе если даже захочешь поверхность потому что не ровно поэтому не рисуйте а вот такими пошаговыми движениями так двигаетесь и она вроде как линия присутствует но она прям неоднозначна что он здесь будет лежать в поле в поле а все все в в в поэтому на кисточку не набирайте много беленькие сделали теперь черненькие тоже можно сделать было бы черный можно взять темно-зеленый также сделать это м-паста зеленый добавляете пусть будет такой темно-зеленый может где-то больше черного да вот как раз второй вариант сейчас у вас будет степпинг поверх текстурной краски вторую клетку я вам сейчас как раз покажу в этой технике кто был на прошлом на прошлом эфире когда я показывала клетку с бархатным песком кто помнит эта техника родилась совсем прям случайно это я в эфире тема была бархатный песок я отпечатала стемпинг и получилось просто офигенная клетка оказывается здесь тоже получается очень интересный эффект единственное что дизайн глянцевый в отличие от бархатного песка вот второй вариант мы как раз с вами сейчас будем со стемпингом делать поэтому не уходите дождитесь тоже делаете линию полупрозрачную неконкретную чтобы не была такая конкретная линия что конкретно вы ее все равно ровно идеально не рисуете поверхность шершавая от текстурной краски все в принципе вот видите готова все сушите две минуты чтобы исчезла достаточно липкость второй вариант мы делаем с вами теперь со стемпингом здесь чтобы время сэкономить как раз я вам предлагаю не наносить никакую подложку под текстурную краску а сразу взять текстурную краску напомню она вот так выглядит текстур пейнт сразу создать текстуру так наносите сначала вот так вот в тонкий слой делаете текстуру вот в инстаграм я показывала сейчас видите у меня здесь зеленый чуть посветлее здесь чуть потемнее вот мне что-то кажется интереснее когда они такая яркая линия вот чуть посветлее здесь я так прям графично сделал не знаю кому какой больше вариант нравится просушили две минуты по такому же принципу как в прошлый раз мы делали с вами зеленой краской мы берем с вами им посту например модель то также полупрозрачная начинаете все так втирать полупрозрачную финиш отсутствует видите этап с финишем мы вообще здесь пропустили сделали суши и здесь перед тем как делать стемпинг я предлагаю сделать такой подмалевок сориентироваться на сам рисунок у стемпинга это у нас новая пластина из новой коллекции для этого нового года и здесь например если линии идут по диагонали моя задача сейчас примерно вот такие диагонали сделать здесь как раз можно взять импасту гранатовый сок она тоже идет в наборе вот он гранатовый сок берете эту же кисточку скошенный квадрат берете можно гранатовый сок разбавить с маджентой чтобы полоски были не такие темные да давайте так разбавим вот так и чуть-чуть граната и также полупрозрачно только в другом рисунке да уже по диагонали не горизонтально и вертикально сейчас могут так наметим кстати классная была бы просто черно-белая клетка тоже было бы здорово наверное более актуально сейчас вот именно на ноябрь ходить с клеткой сейчас очень много серой клетки продается я сама люблю клетчатые вещи покупать пиджаки у меня очень много пиджаков клетку так сделали все сушите сушим хорошо две минуты чтобы исчезла остаточная липкость и здесь я предлагаю клетку сделать белым отпечатать белой импастой опять же финиш здесь не предполагается поэтому работать будем импастой теперь для стемпинга берем импасту хотя она не подходит для стемпинга ну мы очень часто делаем стемпингом пасты очень часто так берем штампик сейчас секундочку штампик берем тот который не жалко есть такой штампик который не жалко так все-таки будем делать не черную давайте белую плеточку white рафинад белым рафинадом делаем так сейчас я тут кисточку мы поехали напоминаю как работать стемпингом не так как лаком видите а отпечатываем перпендикулярно все и сушим опять в прошлый раз показывала на бархатном песке тоже прикольный эффект мне конечно со стемпингом сейчас я смотрю очень нравится конечно на бархатном песке хотя на текстурной краски тоже здорово это все без остаточной липкости если есть желание покрыть финишем ну покрываете финишем единственного фактура она в принципе более или менее сохраняется может быть прям не так пушистенько будет давайте теперь белой и черной краской я вам напомню как в чистом виде работать потому что много классных дизайнов вообще просто в текстуре вот мне очень нравится такая композиция сегодня уже показывала ее для этого идет просто идеальный шермикон из новой коллекции вот он прям специально для этих текстурных красок как будто был создан тема интерьерная живопись да сейчас современные интерьеры такой минимализм где-то такая знаете архаика присутствует хай-тек и картины которые сейчас вешаем мы в интерьер они как правило знаете не яркое пятно хотя тоже ярко может быть а как продолжение цветовой гаммы интерьера текстур элементов которые при отделке стен использовались и здесь получается знаете такая текстура как будто картина для интерьерной живописи только это ногти предлагаю сделать просто белый без ничего во первых это очень быстрый дизайн в чистом виде работать текстурная краска белая черная это очень быстрые дизайны кто в клубе состоит в any art у нас очень много мы для вас там курсов снимаем вот в августе например выходил курс который я делала на основе только белой и черной текстурной краски вот поэтому обязательно приходите к нам в клуб у нас там подписка стоит всего лишь 990 рублей в месяц и мы для вас там от создаем очень много мастер-классов что я сейчас мастер-классы и обучающие курсы по дизайну записываю только для клуба отдельно они сейчас уже не продаются по клетке мы тоже записывали прям отдельный курс он выходил в конце они в начале сентября у нас выходил прям отдельно только клетка была тоже классно было так сушим красный кончик давайте второй вариант черный сделаем перекрываем здесь черный фон под текстурную краску я здесь время сэкономить просто обезжирю поверхность хотя лучше всего шарми кончики клеить на текласс так перекрываем здесь текстурная краска она будет идти у нас сверху финиша так на черные точно обезжиривать не буду перекроет эклассом то место где я хочу приклеить шарми кончик сейчас просто в центре перекроем сушил а для второго для черного можно какое-нибудь золотом что-нибудь взять здесь вот есть прям такие куски золота серебра листик сюда бумаг тоже пойти давайте с листиком тоже сделаем как попасть в клуб так а где у нас ссылка висит здесь здесь в контакте есть группа тоже эйми онлайн сейчас я попрошу сюда ссылку прислать юля али саш а ты можешь во имя онлайн кому-нибудь написать чтобы мне прям сюда сейчас в комментарии скинули ссылку на клуб на покупку на вступление да прям вот сюда в комментариях пришлешь я вам сейчас сюда в комментарии сброшу ссылку на покупку клуба так этот вариант готов а здесь прям давайте так вот приклеим так вот так и маленький листик серебряный перекрываем снова защитным гелем и здесь также текстура пойдет уже сверху финиша сейчас посмотрим как это будет выглядеть текстурная краска она матовая смотрите она абсолютно матовая дает очень красивый эффект так где моя черная черный типсик эти что черный что белый они абсолютно матовый я их еще беру специально обезжириваю это матовость она становится прям такая идеальная вот это типсы с курса обучающего вами арте хотя я многие варианты вам и здесь тоже показывала помню вот такой эфир я вам проводила вот такой эфир я вам проводила я вам по бетону эфир здесь проводила на имя official word так все смотрите финиши просохли и теперь мы сверху финиша для белого фона мы берем текстурную красочку возьмем кисточку кисть вообще любая берется не принципиально давайте просто знаете кисточки испачканы в черном очень много не единственная целая кисть осталась опять же толщина делается зависимости от того какую вы хотите сделать фактуру вот она даже уже вот так я могла бы вот так оставить да здесь не трогать текстуру только здесь могла бы вот так оставить все просушить и текстуру только в зоне свободного края можно весь заполнить ноготь до на покупку клуба прям сюда сбрось мне в комментарии даже вот этот мазок такой прям удачный получился смотрите все и оставляем суши две минуты можно на втором варианте сделать вот такую пару к нему просто под матовым белым топом вот здесь классно именно матовый топ два вот таких например мазочка возле шермикончика и прикольно ну смотрите как красиво можно было бы кстати взять джемте клер и точечку на шермикончик и сделать объемной будет красиво в общем необычный вариант дизайна возможно каждый день вы это делать не будете вот периодически есть такие клиенты которые любят вот такой стиль давайте возьмем джемте клерчик вот смотрите да мелочь но уже как по-другому и здесь серебряную давайте добавим смотрите как прикольно ну я бы купила эту краску белую и черную тупо вот только то хотя бы для этих дизайнов возможно в этом клетку не будете заморачиваться вот так делать хотя она на самом деле вот простая я еще не делала первый раз я быстро сделала мне нужно было приноравливаться там как-то так и давайте с черненьким так же поступим так же берем теперь черную текстурную краску наносим ну возможно там у черного так фактура и не читается но сейчас когда матовый станет эта фактура становится более ярко выраженная но например представить ногти серые и на ней мазки черные офигенно будет или например ногти белые а дизайн мазки текстурной краской черные тоже здорово в данном случае можно было конечно топ использовать матовый все делайте какие то вот такие прижимающие движения вот любой кисточкой оно уже красиво будет без каких-либо там найти ярко выраженных мазков сейчас она станет все матовым можно в конце обезжирить смотрите текстурную краску можно в конце обезжирить специально хотя липкости как таковой здесь нет но если мы например специально обезжирим она станет еще более матовыми как красиво боже я то кстати с этими ногтями не походила все хотела сделать сейчас вот сижу смотрю идеально просто просто идеально и теперь смотрите черный вот он уже высох стал матовым а если мы еще вот так протрем он становится еще более матовый смотрите а если еще знаете взять вот такое движение сделать вот мне нравится сейчас в конце ну например так возьмем беленький прям вот буквально вот так вот чуть-чуть вот смотрите как красиво ложится так захочешь не ляжет ну как то так сегодня у нас работала краска белая и черная вот так эти баночки выглядят в продаже краска еще есть я так думаю еще до весны будет продаваться вот ближе сейчас вот ноябрь декабрь я хочу еще одну белую краску сделать таким еще крупным зерном потому что прям вот иногда мне хочется знаете чтобы вообще крупнозернистые варианты не хватает мне вот поэтому покупайте такие продукты они пусть будет не каждодневного использования такие продукты но иметь у себя в ассортименте особенно кто такие знаете мастера маникюра дизайнер нужно такие вещи можно очень интересно сделать так ссылка на вступление в клуб в эми арт мы тогда сейчас повесим здесь в описании так ну все всем пока пока